Апсио Апсио Березовский называется поселок Березовский? А у нас Березовский А Глосс тогда для? Сейчас они его назвали Березовский А наши называются Березовский А Глосс как-то больше его все знают где не скажешь сразу это потому что раньше Пауловская станция агрономическая была здесь здесь выращивали всякие новые виды растения всем привет с вами канал Артмания приехали мы на кладбище как видите на Димину прадедушке моему дедушке сильно показывать не буду поскольку это обстановка такая ну немножечко чуть-чуть покажу прямо сегодня на мой день рождения приехали на кладбище запомните на всю жизнь на кладбище ходим летят где-то вертолет хочу вертолет вам заснять большие такие сначала три штуки пролетело потом пять здесь так тихо вообще так спокойно такая благодать не знаю почему-то творческое вдохновение появляется на кладбище читать так сразу хочется когда не стало дедуля прям это кладбище полюбила вообще какая-то время тишина не вижу шли-шли мы смотрите одуван нашли ощущение как будто он золотым опылением прям даже такой красивый одуван здесь вообще такие цветы особенные какие-то нестандартные смотрите какое растение тут памятник очень интересные здесь цветы можно найти для тех кто занимается травоведением прям шикарное место такое необычное здесь тоже какое кругленькое красиво как какие-то лилии такое прям еще на видимо цвести что ли будет ну я цветок со мной а а а а а а а а а -а туда так ни разу не ходили нету меня только рюкзак красиво как это в оглосе мы здесь магазин самый советский обычный А там вон озеро. Вода, а там бабуля с Димой пошли. Тут лес какой. А там дача начинается. А у тебя нет таких? Нету. А там дача начинается прямо на берегу оказывается. Приехали мы домой. Купили, кстати, хлеб. Это мама купила на свои деньги. Я на свои деньги купила вкусняшки, поскольку у меня сегодня день рождения. Вот мама купила хлеб. Ну, короче, мама вышла где-то на 500 рублей. Хотя, в принципе, она ни о чем вообще купила. И у меня тоже вышло на 500 рублей. Сейчас пойдемте посмотрим, что купила я. Видите, как у нас большой такой. Блин, мне такой, кстати, стеллаж так нравится вообще. Я еще помню у бабули по папиной линии в гостях тоже была. У них была правда с голубенькой. Белая с голубым, но она круче смотрится. Правда, немножко другой. Здесь, наверное, кто-то помнит. У вас наверняка у бабушек таких. В детстве у кого-то такой был. Здесь еще вот эта штучка выдвигается. Но она вся грязная там выдвигается. И как типа или столик, или резать на ней морковку туда-сюда. Такой клевый. Это вам на память. Сделаем маленький обзор моей дачи. Здесь печка у нас такая. Классная. Здесь очень, кстати, редко пользуемся. У нас здесь две комнаты. Здесь у нас другая. Здесь уже Дима попрыгал. Здесь у нас спальный диван. Он заваленный. Тут Димин манеж. Дима пока еще там спит. Мы хотели его уже перекладывать. Но потом подумали, что он там не захочет спать. Здесь. Там у нас в этом месте раньше была кровать. Теперь ее передвинули. Здесь вот тоже все по Навальному. Убираешься, убираешься. Главное в таком стеллаже. И опять все заново складываешь. И опять Навально. Кстати, мне надо знаете чем? Мне нужна проволока. Я хочу калитку закрыть на проволоку. Потому что Дима начинает убегать уже. Убегает. И я боюсь, что там машина может быть. Здесь моя сумка. Кстати, вот эта сумка покупала за 500 рублей. Со скидкой. Потому что не было вот этой вот штучки. Это я уже свою сюда приделала. От старых всяких сумок оставляла. И в сумки выбрасываются. А вот такие штуки я всегда оставляла. Вдруг пригодится. Вот пожалуйста. Пригодилось. Вот эта штучка есть. А вот эта не было. Так она была там тысяча с чем-то. А так за 500 рублей. Вообще прям классная. Большая. Вот я с ней. В прошлом году с вами кстати покупали. Я ездю с ней. Есть такая штучка. Это чтобы скреплять. А вот надпись есть. Надпись. Здесь в тормашек. Внутри тоже. А по бокам. Тут я по бокам мешочки всякие складываю. Чтобы там с дачи все собирать. В основном. А все остальное внутри. Вот здесь где именно все. Это вот моя кровать около окошка. Это моя на воздух печки. Сейчас покажу вам. Что это мы набрали. Пока все там прыгают. Квас мы взяли. Такой квас кстати очень люблю. По-моему я зелененький люблю. Зеленый окрошечный. А вот этот домашний. Есть еще третий какой-то. Я не помню. Это прикольная штука очень. А я вчера знаете вам не показала. Правда еще я не закончила. Но покажу вам. По секрету покажу вам. По секрету говорю покажу. Вот почти что-то получилось. Но надо ее дорисовывать. Диму спать уложим. Я продолжу сейчас наверное некогда. И вот эта штука. Да я ее начала, но не закончила. А я с камерой болтаю. Это моя подружка. Подружкой болтаюсь. Сколько тебе пленей? А я не знаю. А сколько ты себе положишь? Что? А сколько ты себе положишь? Десять. Ну и мне десять значит. Вот так вот их. Может быть они высохнут все-таки. Пахнет. Пахнет как. Чувствуете? Пахнет как вкусно. Это жасмин. Чистый конечно. Но не из бака же. Мам, а в какой воде варишь? Это шашлык. Сегодня мне это не рождение. Тут у меня рюкзак. Тут я купила вкусняшки всякие. Маски. Вот такие. Кстати, дешево. Всего двадцать семь рублей. Мягенькие. Разные. Надо было побольше купить. Мы потом еще заедем в магазин в выходные. Там смотри, такие дешевые вкусняшки продаются. Двадцать, тридцать. Надо было мне их побольше набрать. Наверное они вкусные. Ну смотри. Вот эта большая. Тридцать рублей. Это же все в химии. В городе они вообще по пятьдесят, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят. У Димы эти есть. Я тоже такую хочу. Мне сегодня можно. Так. Что тут у нас? Состав. Состав, состав. Вообще состав большой. Хотя считается это. И около монет. Помидоры. Господи. Я думала ты скажешь не тот шашлык вынула. Бонди. Я помню что вот с этим. Как его господи. Бегемотиком. Детская. Я почему то подумала что они натуральные. Должны быть. Ну а вот. Где тут? Вот две ее добавки есть. Мы с вами посмотрим. Потом. Здесь клубника, яблоко, ананас. Ну посмотрим. Может вкусные. А вот тут они кстати разные. Тут бегемотики. Тут наверное вот такими должны быть. Вот такими. А здесь вон какие. Такие. Там кстати много. В Самаре кстати не видела таких вкусняшек никогда. Первый раз вот честно вижу. И вот 30 рублей. 27. 20. Здесь у нас получается 70 грамм. Сейчас. Сейчас. Я уже отхожу. 70. А то она наверное не доела. И 100. А тут 100 грамм. Ну ладно. Они кстати даже ароматно пахнут. Через завтра. Пельмени ела на день рождения. В 2020 году. Плюс еще на свой день рождения попала на кладбище к дедулю. Плюс еще в 2020 году у нас был карантин. Мы жили на карантине долгое время. И у нас еще был коронавирус. Вдобавок. Как думаете высохнет? Я думаю она высохнуть должна. Вроде они все морские были. Тут розочка. Камера она моя. Женского рода. Ну вот по чуть-чуть и отрезай. Надо есть. Они тут лежат. Вот эти маленькие с пипочками. Они меня все время привлекают. Сидишь рисуешь. В детстве вспоминаю я ведро. Когда бабуля собиралась с дедурью. Ведрами. Сидишь что-нибудь делаешь. Помню ребенком. И потом раз откусишь эту пипку. И съешь. И из нее высасываешь как паук. Кстати там паук поймал таракашку. Вон там. Он ее уже поднял что-ли. Кстати я просмотрела. Вот у нас тут самолетик кстати. Палки. А что там за ведро? А что за ведро такое? Ванильный пломбир? А это еще с прошлого года что ли лежат? Малки вот надо. Уставим 8. Бабуле 5. За 3. Бабуле 5? 2. 5. А тебе сейчас 3. А это ты купила пельмени здесь? Я раньше купила. Ааа. 6, 7, 8. Тоже 8. Да? Ну наверное. О да. Наверное 8. Попробуем. Спасибо. Попробуем. Спасибо.